Начну я с того, что у меня была одна задача, но потом я увидел интересную вещь, когда начал делать пауэрапы, я увидел вот эту штуку Figma. Не знаю, если многие с ней сталкивались, в принципе, как Adobe XD, где сначала ты рисуешь экран и прототипируешь, когда дизайнеры очень много его изначально используют для рисования и моделирования интерфейсов, а потом уже делают реальные интерфейсы. То есть из нее уже все дизайнеры дальше могут переделывать в профессионально, ну дальше используют. Соответственно, меня удивило, я думаю, как это так, создание бизнес-приложений с Figma. И я стал немного в этом разбираться, и действительно казалось, что Microsoft запустил это как превьюшку и целый UI-кит, где можно, работая с Figma, дальше конвертировать в Canvas-приложение. И я сейчас покажу, как оно работает, потому что вчера я запустил проект. Собственно, Microsoft сделал один файл, который можно продублировать к себе, то есть вы заходите по линку и потом копируете себе вашу фигму. В этой фигме я покажу, что тут есть, как оно построено. У вас есть страницы, это может быть для очень многостраничного проекта, там с кучей интерфейсов, со всеми переплетаниями. Но для большинства простых достаточно одной страницы. Microsoft, что здесь делал, он просто разложил по шагу, чтобы каждый пользователь, когда ему нужно, ну то есть он взял, прочитал, как это работает, и потом дальше начал делать. Но в реальности всегда нужен только одна страница. Чтобы не вдаваться подробнее, как это все, что они написали, нужно двигаться просто по шагам. Они описывают, какие есть возможности, как построен этот документ, ну то есть они рассказывают, как этим всем пользоваться. Но вот я просто хотел вам показать немного структуру, что здесь из их UI-кита можно делать, они рекомендуют только одно, либо это, например, интерфейс для телефона, либо это интерфейс для таблета, то есть потому что это разные разрешения, соответственно. И дальше конвертация в application происходит просто, вы шарите линк на этот объект, copy link to page, и потом добавляете свой этот уникальный токен, который находится в сеттингах здесь, для того, чтобы система могла подконнектиться к интерфейсу, к конкретному интерфейсу, извиняюсь, к конкретной странице, и дальше построить интерфейс. У меня все. Спасибо большое. Продолжение следует...